Мне очень приятно вас видеть, хоть бы вживую, но, получается, мы над дистанционным. Я себя испугалась. Макошечка. Все слышим меня? Да. Да. Думал, шары, как развлечение для детворы. Кто-то когда-то швы и надул, кто-то когда-то в них душу вдохнул. Нет шаров и пройдет канавал, и не украсится праздничный зал. Шарики всех нас занят с давних пор. В каждом из них есть лед и простор. Эти шары всех нас в детство зовут. Мы предлагаем вам дневный маршрут. В светлое время, школьной поры, взрослые люди, купить шары. Итак, ребята, я начала наше занятие с вами внеурочное. Вот это стихотворение. Смотрите, а не зря его вам сейчас зачитала. Так как вы в домашних условиях выполняли эксперименты. Мы сегодня с вами посмотрим ваши результаты, ценим ваши результаты и посмотрим, кто как справился и как вы поняли это. В наше трудное время найти человека, не знакомого с воздушными шариками, не скажем, на век современных технологий, ну невозможно. Мы каждый с вами используем эти шарики. Кто на праздник, кто в данном случае на улице украшают, значит, города, на открытии новых магазинов, на экране телевизора. Тебя же мы с вами наблюдаем в мультфильмах. Это изобретение человечества всегда вызывает улыбки на наших лицах. Ребята, когда вы видите на картинке воздушный шарик, какие ассоциации у вас? День рождения, праздник. Красиво просто. Красиво, да, почему нет? Хорошо. А может ли этот веселый праздник быть еще и полезным? Вы понимаете? Да. Так вот сегодняшнее наше мероприятие будет наполнено веселыми и захватывающими фокусами, фокусами, которые при своей профессии, казалось бы, да, вот как бы вы выполняли их дома, можно проводить не только на уроках, но и в домашних условиях. Так что в данном случае мы с вами сегодня это и сделаем. Мы попробуем сопроводить научными объяснениями этого волшебства. Ребята, я вам сейчас скажу следующее. Будьте внимательны при работе. На столе не должно быть посторонних предметов. Не торопитесь, вы все успеете сделать. Будьте осторожны при работе со социальной посудой, у кого будет это. Помните, что с рукой и материалом. Будьте внимательны при работе с колющими предметами, например, с кнопками, с гвоздиками. Ну а сейчас я вам предлагаю послушать притчу. В одном воздушном шаре жили черные точки. Однажды... И только одна точка заметила, что шар начал сгибаться. Скорее увидитесь в воздухе, мы умрем. Продолжение следует... Белая точка осветила дыру своим светом. И тогда другая, черная точка, решила запустить притчу. Снова и снова возникали проблемы. Ну вот, еще одна точка заткнула. И еще, и еще... Так, это продолжалось, пока еще не запомнился... И меня видят. Скажите, пожалуйста, ребятки, вот вы прослушали притчу. Ну как вы поняли, о чем это притча? Катя, вот что ты поняла? Адобрея. Так, адобрея. Что еще? Алина, еще раз? О возникании света. Так, поняла. Алина? Ну о чем это? Помогали другу. О свете. То есть, вот это именно о свете? Виднило их? Черные капли вот эти. Дыры. Ах, поступок хороших. Вот, то есть вот так, да? Так вот, я не зря начала, ребята, об этом. Что в данном случае? Сегодня все с вами. Большой компания. Ну кто смог подключиться? Мы с вами сейчас будем говорить о светлом. Разрешите сейчас. Мы с вами начнем эксперименты. И, ребята, я напомню вам, что для того, чтобы вы видели хорошо, что происходит у вас, то, что участник будет демонстрировать опыт, вы кликнете в два раза, как участник. И у тебя, как будто, да? Вы все поняли? То есть на экране два раза кликните на ту участницу, и сейчас будет демонстрировать опыт. Хорошо? Я предлагаю с Сергеем начать. Да. Что-то ты не понял, куда кликнуть надо. Тебе не понял. Когда ты будешь смотреть на других участников, вверху у тебя есть такая панелька. Например, Алина Тарасенко. На нее кликнете два раза. И тогда она у тебя будет с большим окошечком. Хорошо? Шуруру. Ань, Сергей, пожалуйста. Ну, давайте я начну. В общем-то... Это только по времени быстренько. Смотрите. Все осталось. Или... У меня есть опыт, который я вам хочу продемонстрировать. Называется... Хрупкий шарик стал йогом. Сергей, не видно. Твой шарик. Например, вот шар. У меня есть. Вот. И есть аппликатор Кузнецов. То есть, ход этого эксперимента будет заключаться в том, что мы должны положить шарик на кончики этих гвоздей. В моем случае это кнопки. И шарик не будет лопаться. То есть, вот. Будет муссировать. То есть, он не лопается. Круто. Другой шарик. Кнопка одна. Лопнул. Этот не лопается. Абсолютно нормальный шарик. Попробуйте догадаться, почему так происходит. Ребята, вы получите? Потому что, короче, иголки вроде что-то равномерно. Сергей, выслушивай. Помогай, если что. Инна? Близко. Так. И без количества кнопок. Миша, близко. Иголок много. Отвечайте. Сергей, помогай. Отвечайте. Иголок много, сказали вы правильно. Но вы не сказали того, что площадь иголок, в отличие от одной, больше. И прилегает она равномерно. То есть, и нагрузка на иголки получается равномерной. И, тем не менее, прикладывая, ну, такое, хорошее усилие, шарик не лопается. Потому что нагрузка на кнопки происходит равномерно. Шарик в этом случае может выдержать груз до 6 килограмм. Спасибо, Сергей. А какой опыт, Сергей? Второй опыт заключается в том, что... Поющий шарик называется этот опыт. То есть, ход из этого эксперимента заключается в том, что монетка в надутком шарике привязываем ниткой. Ну, завязываем. Совершаем вращательные движения рукой. И шарик начинает петь. Слышно вам или нет, я не знаю. Конечно, конечно. Послышно немного. Нет, как будто бы начнется еще секунд 30. А почему так происходит, хочу вас услышать. Нилка, ты знаешь? Движение, потому что продолжается. Ну, можно привлечь шар внутри, поэтому идет движение. И он начинает как будто такой издавать звуки. Так, Сергей. То есть, при вращении монетки, в моем случае это монетка, возникает сила, называемая центробежной. Когда вращаем шарик, на монетку действует центробежная сила, которая прижимает его к внутренней стенке шарика. И поэтому он катается по нему. Также в это же время на монетку действует сам шарик. Сила, которая называется центростремительная. Взаимодействие этих двух сил действует на монетку. И поэтому она там катается. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Ну что, следующее? Алина готова? Я хочу послушать. Кликаем на Алину. Где у нас Алина? Ну, у нас эксперимент вызывается. Всем все видно, слышно. Все, да. Что-то Алину не вижу. Не видно? А, вот Алина. Алина, начинай с времени, все уже. Первый эксперимент называется протыкаем шарика, он вылопается. Ход эксперимента заключается в том, что мы наклеиваем на шарик скотч и протыкаем его иголкой, и шарик сам вылопается. Демонстрируй нам. Ход. Видно, нет. Почему так происходит? Может, за счет увеличения просто с шаром. Так, Алина, выслушивай. Сергей. Правильно сказал? Алина, не услышал? За счет увеличения... Ну, шарик не лопается из-за того, что так как скотч не позволяет резине сжаться. То есть, у нас иголка затыкает дырку в шарике, и воздух не выходит, а скотч не дает лопнуть шарику. То есть, резина не разрывается. Второй опыт. Да, второй можно попозже. Можно. Кто готов следующий? Тебе готова? Тебе готова к другу? Давайте я, да-да-да. Давайте. Все. Катерину кликаем? Я готов. Да, Данил, подожди. Давайте. Я, конечно, плохо видно. Нет, просто видно. Все, быстренько говорим. Мой опыт называется красный шарик. Сам названный шарик. Так, одеваем перчатки, чтобы не обжечь руки уксусом, потому что я буду использовать уксусную кислоту. Так, в безопасности обязательно. Хорошо слышно меня? Да. Берем пустую бутылку и пока что она нам не пригодится. В стакан наливаем полстакана уксуса. Через воронку засыпаем в шарик 5 столовых ложек соды. Продолжение следует... Б esté. Теперь через воронку переливаем вот в эту бутылку. Аккуратно. Теперь на горлышко бутылки. Сейчас момент, смотрите, будет интересно. Надеваем на горлышко бутылки шарик. И... Происходит реакция, и шарик надувается. Всем видно? Всем видно. Так, ну, ребята. Итак, почему он надувается вот с помощью всего двух ингредиентов? Потому что сода реакции в сухо-само. И происходит реакция в сухо-сахаре. Реакция происходит с выделением газа. Да, правильно. Все, Катя, ответили, да? Спасибо, Катерина. Данил, слушаем тебя. Клик на Данила. Все, Катя, Данил, быстренько. Ждем. Я хочу продемонстрировать такой опыт, как и шарик в качестве реактивного двигателя. Угу. А, видели. А? Вниз, в свой компьютер. Сейчас. Ну, Данил, слушаем тебя. Я выбрал две машинки, потому что у меня какая-то должна тут не ехать. Ни из-за чего-то. Сейчас попробуем. Можно пока мне показать? Да почему, он же сразу сейчас... Вот первая машинка. Угу. Поехала. Угу. И вторая. Вторая у меня почему-то еще сильнее едет. Мне еще. И вопрос, почему она у меня поехала? Из-за чего она? Воздух уходит. Так. И? Исходит такое, как бы... Воздух, да. Поэтому его давление уносит... А куда он уносит? Прямо? Нет. В противоположную сторону чего? Наверное. Ушенки. Данил, говори им. Ну, в принципе, вот этого двигателя работает так. Получается, надутый шарик, который ведет... Надутый шарик, выдувает из себя воздух в другую сторону. А машинка движется в противоположном направлении. Угу. Миша, давай тебя послушаем. Меня? Меня. Сейчас, сейчас кликнем на Мишу. Нормально ли я? Я потом. Да, вижу. Миша, быстрее. Мой эксперимент называется... Надуваем шарик в бутылки. Это нам понадобится шарик в бутылку. Натягиваем на горлышко бутылку шарик. Вот так вот. И пытаемся его надуть. Как видим, у нас ничего не получается. Но при помощи магии... Смотрите. Как видим, шарик надувается. И теперь вопрос. Как я смог его надуть, буду ли? И почему он надуться? Почему в первом случае он не смог надуть, а в втором смог? Ну, в первом случае... В первом случае он не зажимал бутылку. Да, в мышь. Ну, он чуть-чуть принадавил же, и потом надул. Нет. Дабление лошади еще раз. Миша, в чем секрет? Расскажи нас с временем. Короче, в бутылке делается дырка. Не знаю, видно ли? Когда мы закрываем дырку... Ну, и открываем. И давление, воздух выходит из бутылки. Получается, когда мы эту дырку закрываем, остается давление, и шарик остается на дырке. То есть, все? Угу. Физическим мнением, да? Можно я? Так, кто? Кто у нас еще? Подождите, у нас Полина еще не делала, да? Давайте на Полину. Полина, пожалуйста, твой один номер. Выбери какой опыт. А у меня водичка стынет. Можно я? Быстренько, я быстро. Ну, Алиночка, давай Полину послушаем. Что это твой опыт будет? Останется пока. Ничего страшного. Я выжил первый опыт. Это возьмите шарик и прилипчивые стаканы. Нам потребуется один пластиковый стаканчик. Ну, можно два, можно три. Но у меня будет один. И также нам потребуется один шарик. Мы еще должны надуть, точнее, положить шарик в стакан и надуть его. И получается такая, как присоска. По мере, получается, да, мы должны приюзлить, и у нас получается такая присоска. Вот. Как это получилось? Почему, точнее? Разумеется. Мне кажется так, что места стаканчика мало, и из-за этого воздух выбирается наружу. А нижняя часть остается внизу в стаканчике. И верхняя часть не дает ей вывести, потому что давление на воду в эту стаканчик идет. Давление в самом стаканчике. Клина, ответ. Слушаем. Твою версию, Клина. Так, что воздушный шарик при надувании увеличивает свой радиус. Если также мы тут слабому стаканчику просто надуем, то у нас не будет воздуха, потому что там не будет радиуса своего этого. И будет эффект присоски, как я уже сказала. И объем воздуха внутри стаканчика слегка увеличивается. Однако количество молекул воздуха сверстся прежним. Поэтому давление воздуха внутри стаканчика уменьшается. Следовательно, мы узнаем, что атмосферное давление внутри стаканчика становится слишком меньше, чем снаружи. Спасибо, ребятки. Теперь у меня для вас маленький сюжетик. Ребят, сейчас по времени просто ориентируюсь. Итак, сейчас одну секунду, на экране вы увидите. Так, сейчас одну секундочку, ребятки. Есть. Большой видеосюжетик еще. Света Вячеславовна, сделайте только звук в видео побольше. Ну что? Не идет демонстрация видео, только с файлами. Вы видите ее или нет? Нет. Нет. Вы не видите ее? Звук идет, видео нету. Ну, для меня это зависло. Звук идет, а видео нет. Можно пока эксперимент показать, пока вы включаете? Инночка, подожди, подожди, подожди. Срава не видно? Нет. Нет, да? И демонстрация. Все, не видно, ребята. Значит, мы с вами сейчас по-другому сделаем. Итак, ну вот смотрите, значит, в этом видеофильме, хотела я вам еще показать, но сегодня не получится, ничего страшного. Бывает такое. Мы с вами, когда встретимся еще раз, этот фильм посвящен именно самому открытию, как воздушные шары открыты, кем были открыты, когда. То есть вот эту справочку я вам приготовила, но вот видите, в чем проблема здесь. Ничего страшного. Мы с вами еще это посмотрим. И в рассмотрении нашей, ну скажем так, темы завершения, давайте сейчас мы с вами некую рефлексию сделаем. То есть вы видите, ребят, ну вот вам было интересно сегодня на занятии? Да. Да, было интересно. Что именно интересного было? Процесс. Ну, мы спрашиваемся. Как у каждого опыта своя получается, своя определенная особенность своя в этом эксперименте. Хорошо. Лина, а вас что удивило сегодня здесь? Да. А что? Сейчас прощай. Что удивило, Лина? Они видела такие эксперименты. А, такие эксперименты? Лина, вам в жизни прекрасятся вот такие эксперименты, как ты думаешь? Наверное, да. Вам работать на этом занятии было комфортно или какие-то неудобства вы испытывали? Комфортно. Очень комфортно и интересно. Да, я вот хотела вам еще изюминку. Вот у меня почему-то не получилось, видите, видео не пошло, звук был. Как ваше настроение? Нормальное, хорошо. Нормальное? Ну, давайте завершим мы с вами наше мероприятие такое. Вот такую песенку, знаете. Сейчас, ребятки, вот я вам еще песенку приготовила. Завершение. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok До свидания Субтитры создавал DimaTorzok